Привет, кабрады! Не снимал пару недель Тяжело заканчивался месяц У нас все-таки заказов набрали много на феврале Сейчас вот только закончили Наконец-то отправлять Практически последние посылки Освободилось время И можно продолжать какие-нибудь дальнейшие тесты Обратили внимание на заставку в начале ролика Это нам наш знакомый Сделал такую штуку И мы ему за это пообещали Экспериментальный плотницкий топор Сделать летом Ну, надеюсь, все у нас получится И ролик был хорошего качества Такого же качества мы постараемся сделать ему топор Вот Что касается сегодняшних тестов, так сказать Ну, как бы тестов, не тестов Мне просто саму хочется уже добить Тему по поводу коматов и войлока Сейчас взял плотника второго Плотника второго Конфигурация у него, в принципе, не сложная Сейчас замерю 0,9 мм у него перед спусками Довольно-таки толстые спуски Получаются На 30 градусов То есть, это столярно-плотницкая заточка Заточка предназначена для плотницких работ По чистой древесине То есть, это никакие не дрова Как некоторые пытаются Рестрационниками, плотниками дрова Кого-то не надо это делать Если честно, топор для этого не предназначен 30-й угол не предназначен для колки дров Этот конкретно столярно-плотницкий угол То есть, для такой толстой лопасти Он может держать какие-то нагрузки Такие Довольно-таки серьезные Как в виде рубки чаши Или паза В бревне Но, в принципе Для колки дров Для критических нагрузок В виде рубки мороженого древесина Или обрубки сучков Он, в принципе, своем не предназначен То есть, для него это будет Слишком большая нагрузка И если вам нужно для таких задач Именно, что Более серьезных, более тяжелых задач То желательно выбирать топоры С 35-м углом Или с подводом от 35-го угла Вот Сейчас, в последнее время Стал точить реставрационников Плотницкие топоры На более тупой угол На 35-й угол То есть, как бы он более Особенно в зимних условиях Предназначен для более Для рубки чаши и паза То есть, а вот Ну, плотник второй Точится, в частности, на 30-й угол Как и плотник первый Ну, плотник третий Там у него чуть побольше уже Угол заточки Ну, это частности Ладно, не будем отвлекаться Это, если нужно Я обзор по плотницким топорам сделаю Сейчас хочу просто Вот таким образом То есть, у меня есть пеньковый канат Отметить часть лезвия Маркером Ну, допустим Середину Я вот только что заточил топор То есть, там свежая заточка Примерно в этих пределах Я буду резать То есть, чтобы Не распыляться на все лезвие Чтобы Побыстрее заточка устала То есть, и посмотреть Просто, сколько Количества резов он сделает У меня вот есть Летки Я буду отмечать Каждый там Десятый рез Ну, или двадцатый Посмотрим На какое количество резов именно хватит То есть, я постараюсь резать Сверху вниз Без всяких прорезающих движений И просто поглядим Вот видите То есть, в принципе Отметки вмещаются именно в канат И будем смотреть Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Поставлю все это На ускоренном режиме Чтобы не было слишком долго и нудно И просто Побыстрее Да, дощечка у меня под низом сейчас кедровая Очень мягкая Для того, чтобы лезвие От нее не садилось Резать буду до тех пор Пока топор, в принципе, будет резать Я хочу просто максимальное количество резов посмотреть Десять, да? Тридцать резов Тридцать резов Чтоб за каждый десяток Как бы не отвлекаться Буду резать так Чтоб потом уже Накидывать клепки попозже Шестьдесят Шестьдесят Девяносто Девяносто Сто двадцать Сто двадцать Чувствую веревка кончится Пока заточка устанет Так, все хорошо видать Дайте, могу Отодвину Пятьдесят Тридцать Пятьдесят Пятьдесят Можно Пятьдесят но не ощущая сейчас немножко спот немножко под силах незначительно так сейчас я это сейчас я возьму листок листик 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 это луга попробуем чуть разрезать самом деле я не сомневался что это будет самая такая точка который будет дольше лучше всех резать тут не проблема в другом в чем проблема я потом расскажу попозже как сейчас закончим то есть вот она она режет именно тем видите тем местом диод резал канат без проблем главное схватиться правильно немножко любых под силу она незначительно та часть лезвия которую не работала как-то она помягче режет бумагу чем который уже отработал сейчас продолжим чуть-чуть чая и продолжим так 150 года поехали дальше еще пять положить того 200 резов не скажу что реза сложнее чем войлок принципе что вы что что пенька это лен или пенька я не знаю пенька это у нас это крапива скрыть нам уж и лен это без разницы здесь что написано пеньковая ведь лёва пеньковая льона диаметр 10 миллиметров 200 резов поехали дальше 1 2 50 это у 250 я принципе без кнопок нормально считая сбиваясь 300 что-то я сомневаюсь что хватит терпения реза до тех пор пока заточка совсем не сядет вот тем же место и режет продолжает так повреждения слух не вижу никаких тут замятин везде очень устойчивая при данной твердости данной твердости держит и держит так 300 300 ну давайте дорежем от остаток веревки и расскажу свои выводы об этих тестах об этих видах заточек и тому подобное я не знаю что значит что значит что это что то восемьдесят, сто, в общем уже было 400 резов. Так, чуть-чуть стало сложнее прорезать. Чувствуется заточка потихонечку-потихонечку начинает садиться. Уже вот на палец чувствуется, что там, где она свежая, она цепляет лучше, а там, где уже по работу похуже, то есть уже качество заточки снижается. Она уже начинает цеплять. Рубить она-то еще будет хорошо, а вот уже резать она становится похуже резать. Уже хуже. 400 резов. 400 резов. В этом месте, где не резал, вот она вот так прорезает легко. Видите? А там, где резал пеньку, она уже... Так, в общем заточка села. Но еще резать, конечно, она будет, и ее можно еще пару сотен раз-то точно резануть. Уже чувствуется, что она с большим усилием входит и как бы прорезает чуть хуже. Фу, ладно. Для чего делаю эти тесты? В первую очередь для себя, чтобы понять, как, ну и убедиться, как, какие виды заточек отличаются по стойкости лезвия на остроту именно. Остроту. Стоит заметить, что столярная плотницкая заточка с прямыми спусками наиболее дольше всех держит остроту. Но ее минус в чем? Мы же рубим не всегда только вертикально. Вот зачастую рубится так, что бьем, чуть подворачивается в разные стороны как бы, и идет нагрузка на саму кромочку. Поэтому, допустим, турбоплотники, да, как самое тонкое сведение, как самый острый угол, они, конечно, режут лучше всех. То есть как стамесочка аккуратненько работать идеально. Но именно вот на изломы, на стойкость лезвия как бы выкрашивания у них наименее худший вариант, то есть по стойкости лезвия. Дальше дают плотники у тех, у кого потолще уже лопасть. Соответственно, угол у них идет, допустим, ну вот сейчас покажу, делаем угломер. То есть если там у плотников, допустим, там трубоплотников примерно вообще двадцатый угол, то здесь, допустим, уже тридцатый угол, да? И чем толще лопасть, чем толще лопасть, тем этот угол больше становится. То есть если взять плотника второго, первого, у них там тридцатый угол, у плотника третьего уже тридцать пятый угол будет, реставрационников соответственно там с толстыми лопастями будет более тупые углы эти эти углы они выдерживают большую нагрузку именно на стойкость лезвию к изломам выкрашивание и тому подобного соответственно если охотничьи топоры я точу только с подводами на 35 угол если работаем по дереву да что это значит что эти топоры они будут чуть менее стойкие к долготе продолжительности жизни остроты кромки но при этом более устойчивый к выкрашиванию и трещинам и тому подобное в лизе не трещин трещина это конечно загнул но именно выкрашивание кромочки там вот то есть нужно подразумевать спектр задач если допустим отрезанная пробовал и и и пеньку резать то есть канат и то же самое войлок я войлок я показывал пенькой не показывал но там в лизе на 35 угле на нашем так называемом универсальном угле лезви садится чуть быстрее то есть здесь там 400 резов там больше можно сделать но там там примерно на 30 процентов она меньше будет резать в то в том случае если силовой угол который максимальную будет нагрузку выдерживать это там при рубке костей то есть ему ничего не будет там при мороженое там при рубке не знаю чего там ну гости там какие-то будете разбирать то принципе тоже особо и ничего не будет то допустим порезу по качеству реза допустим пеньки и войлока то есть он наименее всех хуже всех держит держит вот именно остроту лезвия то есть продолжительность насколько он остается острым то есть чем тупее угол тем быстрее он садится то есть его нужно будет раньше править чем острее угол соответственно дольше всех садится потому что острый угол он дольше меньше меньше тупица дольше как бы сохраняется сохраняет остроту но при этом стойкость лезвия ниже то есть в это обязательно всегда учитывайте привыкли при выборе во-первых топора а во-вторых то лезвие то кто кромку на на что подводить кромку то есть на какой угол конечный финиш не должен быть то есть если коснуться плотницких топоров с толстой лопастью то у них более универсальные тот прямые спуски если вы там задаете допустим на кромочке сделаем подвод да то соответственно всякие работ которые предназначены вот именно показать там кисать да все это вот топора у него наиболее острый угол зацепа то есть видите вот уже цепляет цепляет да при этом угол у него вот видите какой вот то есть им и вполне можно кисать при плотницких работах при плотницких работах это это очень важно соответственно если угол будет подведенной подведенной до представляете кромочка подведена сейчас на цепляет кромочка подвина он будет только при таком угле цеплять соответственно силовой угол это вообще вот так только рубить это вот максимум минимум что может сделать максимум что может сделать силовой угол то есть соответственно чем острее угол тем ближе к поверхности для потесания чистовых работ чем тупее угол тем дальше он от поверхности для того чтобы он уверенно тесал то есть силовым углом может только рубить некие там плотницкие работы там когда вы спрашиваете там чтобы вот он дом можно было по время чтобы угол держал ну такого то есть угол тесал то есть топор можно было в плотницких работах использовать есть такого не бывает и плотницкие работы и силовые работы и то есть кость порубить и в же время дом построить не получится универсальный угол кость уже точно не по не порубишь но от какие-то силовые там зимой работы знаете там мороженый лес там сухие там на еловые сучки и что такое то без проблем то есть универсальный угол будет рубить спокойный и столярный угол соответственно только стройка кто-то кто имеет большой опыт допустим есть люди плотники даем им что дом срубить что у дерево мороженое без проблем что дрова паковать у них хватает опыта и качество работы такого что они не дают третические нагрузки на кромку топора и при достаточной твердости кромка будет сохраняться но этот профессионалы то есть которые давно работают с топорами они и с таким углами углами давно работают поэтому для них проблем не составляет если же вы не имеете такого опыта то желательно выбирать для допустим серии топоров тайга универсальный угол для дерева и для силовой работы силовую заточку с кромкой подведенный в более тупой угол вот что хотел сказать по углу то есть эти моменты нужно учитывать в общем тесты я по войлоку и по пеньке провел не все тесты я снял просто как бы проводил их делал и не все снимал потому что это одно и то же выставлять это не совсем интересно дальнейшие тесты подразумевается это вот у нас сейчас весной маленькую же расстаивать все начинает оттаивать и будем проводить именно с плотницкой линейкой серию тестов по плотницким работам по плотницким задачам как она выполняет стойкость ее для себя уже еще раз убедился то есть я как бы да я раньше знал ну просто для себя этой зимой выяснил уже окончательно то есть силовая заточка она быстрее всего тупится быстрее всего садится вернее но выдержит большую нагрузку универсальная заточка это она очень что такое среднее значение то есть она достаточно долго держит остроту но в то же время допустим слишком сильные силовые работы допустим рубка кости она уже не выдерживает то есть 35 угол достаточно острый угол и столярно-плотницкая заточка зависит от топора она уходит от 20 до 35 градусов но и уже спектр задач для разных топоров он разный то есть но это уже весной более подробно остановимся то есть какая какой топор на какую работу больше предназначен чтобы вам уже показать пообщаемся вот почувствовал такой большой ролик с немножко с отступлениями закончил с волоком и пенькой больше я на это отвлекаться не буду это мне уже по большому счету не интересно так что всем счастливо здоровья не хворайте всем счастья здоровья до свидания